Польская пятерка, которая совсем недавно расторвала контракты с организацией ESC Gaming, наконец-то анонсировала, как принято говорить в киберспортивных кругах, новый игровой дом. К удивлению многих им стал испанский киберспортивный проект под названием Gamers 2. Эта новость для всего польского CSGO сообщества стала просто фантастической, а для самих игроков это является неоспоримой в первую очередь моральной поддержкой после того, что команда пережила. Напомню, что буквально неделю назад карьера поляков была под огромным вопросом и они одной ногой были за бортом киберспортивных баталий. Компания Valve в течение двух дней запретила, а затем разрешила принимать участие поляков в своих мейджор-ивентах, подозревая их в договорных матчах, однако все обвинения были сняты и теперь польская CSGO команда Gamers 2 в полной боевой готовности. Комментарии владельца Gamers 2 вполне оптимизма. После поиска возможности подписания CSGO состава в течение нескольких месяцев мы все же нашли игроков, которые больше всего подходят философии нашего клуба. Что ж, стоит игрокам и организации Gamers 2 пожелать больших сил и удачи в этом нелегком деле под названием киберспорт. Ну а сама организация ESC Gaming, которая казалось бы осталась у разбитого киберспортивного корыта, после отказа поляков продлить контракты, не стала отчаиваться и уже успела пригласить новых игроков. Примечательно то, что среди новобранцев ESC красуется очень интересный персонаж – Мортен Колон Йоханссон. В прошлом, а именно во времена CS 1.6, это дарование показывало невероятнейший уровень игры со снайперской винтовкой. Легенда на просторах интернета и затем лан турниров Колон долгое время был главной темой для обсуждения. Однако в Counter-Strike Global Offensive Йоханссон остался за бортом стабильных и сильных команд. Удивительно, но ему нашлось место только среди европейских среднячков. Датчанин уже долгое время был, так сказать, в киберспортивной тени и вот теперь он получил очередной шанс заявить о себе на весь мир. Как сложатся дела у Колона и компании покажут уже ближайшие ивенты, ждем их анонсов и пристально наблюдаем за новой командой ESC Gaming. Steam Greenlight Steam Greenlight система, введенная в Steam некоторое время назад. В ней пользователи могут голосовать за новые игры, отсутствующие в магазине, и таким образом помогать им попасть на одну из главных игровых платформ на ПК. Компания Valve обратилась к разработчикам с просьбой не раздавать ключи к своим играм в обмен на голоса в Steam Greenlight. Как говорится в официальном сообщении, такая практика ставит владельцев магазина в крайне неудобное положение, так как в результате количество голосов не всегда отражает реальный пользовательский интерес. Кроме того, это отрицательно сказывается и на системе в целом, так как другие разработчики начинают думать, будто именно так делаются дела в Steam Greenlight. Valve предупредила, что в будущем будет обращать особое внимание на поведение создателей игры, получившей большое количество голосов в Greenlight, принимая решение о том, добавлять ее в магазин или нет. Директор по маркетингу GSC Game World Валентин Елтышев заявил, что в компании намерены бороться с подражателями, которые хотят использовать торговую марку Stalker для раскрутки собственных игр. В первую очередь речь идет о West Games, фирме, которая в прошлом году пыталась собирать деньги на шутер от авторов Stalker Arial, а затем после бана на Kickstarter начали кампанию по сбору средств на другой шутер Stalker Apocalypse на неизвестной платформе Wifunder. По словам Валентина, некоторые сотрудники West Games действительно работали в GSC некоторое время, их наняли для создания браузерной игры по мотивам Stalker, которую затем отменили из-за низкого качества. Валентин считает, что у West Games нет команды, способной создать хоть что-то в половину такое же крутое, как их шутер, а все, что они хотят на самом деле, это просто выманить деньги у фанатов торговой марки. Также он предупредил, что в GSC не допустят выпуска чужого проекта под именем Stalker. На сегодня это все, дорогие друзья, играйте честно и, конечно же, выигрывайте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok